Из грузинской тюрмы вчера был освобожден житель Северной Осетии 39-летний Вадим Губозов. 12 июля текущего года в связи с обращением патриарха Русской Православной Церкви Кирилла и родственников удерживаемого грузинской стороной жителя Северной Осетии Вадима Губозова президентом Республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым принято решение об обмене указанного лица на осужденного в Республике Южной Осетии за незаконное нарушение государственной границы республики гражданина Грузии Зазы Гахиладзе. В сентябре 2020 года на нейтральной территории Верхнего Ларса между российскими и грузинскими пограничными постами произошел инцидент, в ходе которого пьяный гражданин Грузии ударил несколько раз камнем по голове отца Вадима Губозова, впоследствии чего тот скончался на месте. В ответ Вадим Губозов нанес ранение ножом нападавшему, от которых тот скончался. В грузинской тюрьме Вадим Губозов отбыл 10 месяцев, но срок его ареста мог быть намного больше. Я благодарен, конечно, и патриарху московскому всей Руси, всем тем людям, которые участвуют в Губозове, вот этих переговорных процессах. Без сомнения, у нас прямых контактов нет. С грузинской стороной приходилось общаться через посредников. И то, что результат мы получили, я, конечно же, благодарен Богу, благодарен всем тем людям, которые участвовали, и благодарен, без сомнения, и патриарху московскому всей Руси Кириллу. Сегодня Вадим уже на родине, хотя он в это верит с трудом и благодарит всех, причастных к его освобождению. Хочу выразить огромную благодарность в первую очередь родственникам, патриарху Кириллу, и, конечно же, президенту Южной Осетии Анатолию Ильичу Бибиллу. Я вам очень благодарен, и мои родственники, и моя мать. Мать Вадима Магалу Чочева и его дядя, который встретили его на родине, безмерно рады его возвращению. По их словам, они даже не могли предположить, что Вадим сможет выйти из тюрьмы так быстро. Но спустя 10 месяцев, благодаря помощи патриарха Русской Православной Церкви и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, состоялась долгожданная встреча Вадима Губозова с родственниками. Магалу Кириллу Это было так, как и в Бибилове и Анатолий Личу. Я иду в Бибилове и в Бибилове и в Бибилове. Президент Анатолий Бибилов тоже, в свою очередь, поддержал Вадима Кубозова. Пожелал крепкого здоровья и личного счастья. Сегодня Вадим поедет домой в республику Северной Осетии Алания в село Эльхотово. Его семья и он сам всегда будут благодарны всем тем, кто переживал и наблюдал за судьбой их семи. Вадим Кубозов снова будет возвращаться к прежней жизни. Планов много вернуться на работу и создать семью. Северной Осетии Алания в республику Северной Осетии Алания в село Эльхотово. И сегодня же грузинской стороне передали их гражданина, который был приговорён к 12,5 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы и вооружённое нападение на пограничников. Надо отметить, что это миролюбивый шаг руководства республики Южная Осетия. Президент, исходя из гуманных соображений, подписал этот указ. И это ещё раз говорит о том, что любые вопросы можно решать путём переговоров, путём обсуждения за столом. Будем надеяться, что власти Грузии поймут, что границу республики Южная Осетия не стоит нарушать. Будут это внушать, объяснять своему народу с тем, чтобы границы независимого государства республики Южная Осетия не нарушались, поскольку они зорко охраняются соответствующими нашими службами. И инцидентам наподобие участников Гахиладии не должно повторяться.